Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Гайкадзоре. Меня зовут Юрий Азаровский, с нами Илья. Друзья, всем привет! Давненько мы с вами не виделись. То Юра уезжает, то у меня там небольшие радостные события в семье происходят. С чем-то мы поздравляем. У него родился сын. Это достойно лайка. Сколько вам уже? Неделя сегодня. Ровно неделя. Да, друзья, мы сейчас находимся в селе Гайкадзор. Это, получается, у нас коттеджный поселок Раздолье-2. Снимали мы предыдущее видео примерно 2,5, может быть, 3 месяца назад, когда мы выходили только из фундамента. У нас еще подушки, грубо говоря, не было. И вот сейчас приехали заснять почти готовый результат. Как раз сейчас у нас не накрыли еще кровлю. Можно посмотреть устройство кровли и вообще, в принципе, показать, что у нас изменилось в самом коттеджном поселке и с нашим домом. С чего хочется сразу начать? С того, что он охреневает с этого. Я приехал, я до сих пор не верю. Ребят, не поверите, здесь ведут газ. То есть там можно уже увидеть, в доме висит уже счетчик газовый, заведены трубы. И здесь газ будет подземкой. То есть это как-то фантастика. Просто как вообще такое произошло? Да, нам на самом деле обещали, что и газофицируют, и центральную воду проведут в этот коттеджный поселок. Но ты же знаешь, что мы живем как бы в Анапе, и особо не верим этим моментам. Но на самом деле я не думал, что это так быстро произойдет. Да, газ уже в поселке. И первая наша линия потихонечку подключается. Прошу, у нас видеосюжет, который мы снимали именно об этом месте. Вы можете увидеть, как заливался фундамент. Вы можете нажать на ссылочку и посмотреть. Да, друзья, мы находимся в коттеджном поселке Раздолье-2, который находится в селе Гайкодзор. Только что вот прям вот на телефоне взял, вызвал такси на эту улицу. Ну, воображаемо вызвал. Мне показало 10 километров до администрации города-курорта. Это если ехать через Бужор, через Супсех до города примерно. Ну, плюс-минус такое же расстояние, может быть, километр-два. По коммуникациям, что изменилось на нашем участке? Нам привезли столбы. В ближайшее время нам установят столбы, сделают счетчик. То есть со светом уже вопросов нет, вопрос решен. Дом наш на финальной стадии завершения. Кирпич уже закончен. Ждем кровлю и ждем окна. Закрываем дом и он уже как бы в готовом состоянии. Начнем с цены. Мы обычно все это оставляем на крайние моменты. Здесь можно сказать, что вот сейчас вы все знаете, что стройматериалы подросли. Все подросло. Увели интересное положение, в котором нужны финансы. То есть сумма за дом не изменилась. Сколько стоит и в каких состояниях ты его готов отдать? Мы готовы дом с окнами в черновой отделке готовы отдать за 7,5 миллионов. За 8 миллионов мы его готовы отдать с забором и с предчистовой отделкой. Давайте пройдем. Напоминаю, что наш участок почти 6 соток, где-то 5,6. Шириной, фасадом он 15,8 метров. На прошлом видео уже показывали, как мы подсыпали дорогу. Наша дорога выровнена почти в ноль. Вот по отношению, например, с той дорогой. Подъездные пути именно со стороны к нашему участку хорошие. Спокойно на легковых автомобилях проезжаем, ничего не цепляем. У нас участок был небольшим уклоном. То есть здесь выше, там ниже. Вот так вот он был участок. Выровняли 80% участка под плоскость дома. Подсыпали его щебнем в местах, где у нас отмозка. Отмозка у нас заливалась не в землю. Заливалась на трамбованный щебень. По плоскостям дома он у нас ровный. Расстояние от дома до границы участка 3,5 метра. Там где-то 4,4,2. Вот можете увидеть границу участка. Здесь она проходит. То есть расстояние между домами довольно-таки большое. Имеется септик. Сюда должны притянуть воду. И у вас уже есть своя скважина. Скважина 50 метров. Септик, электричество. Это те коммуникации, электричество 15 кВт, с которыми мы сдаем дом будущему покупателю. Если у вас появится такая необходимость для подключения газа. Газ на нашем массиве уже почти есть. То есть вы сможете подключиться всегда к газу. Трубы для вытяжки сразу предусматриваем под котел. Под двухконтурный газовый котел мы изначально предусматриваем вытяжку. Поэтому вы можете там, например, если поставить электрический котел, в этом же месте его снять и поставить газовый котел двухконтурный на отопление и на горячую воду. То есть если позволяют финансы, то вот это вот в том доме уже и трубы заведены, и счетчик висит. Дом у нас 108 квадратных метров. Вход у нас главный сбоку. Ну и также вход будет присутствовать с террасы. Это, например, сделано для того, чтобы вы там приехали с магазина с продуктами, с пакетами. Сразу зашли там на кухню, разложились и не проходите через. Но главный вход у нас здесь. Большой коридор, довольно большая гардеробная. Для одноэтажного дома огромная кухня-гостиная, три комнаты и раздельный санузел. Пойдем смотреть, как получилось. Потому что одно дело, когда он мне показывал, вот фундаменты, вот это про это. Другое дело, я уже походил внутри и увидел, как это все выглядит. Здесь, кстати, очень интересное решение, что кирпичик выкладывается примерно такой же, как и весь поселок состоит. То есть дом не будет выбиваться из общего комплекса. Это выглядит очень интересно. Кирпич отступлен сюда, чтобы туда заложить, я так понимаю, утеплитель, да? Да, цоколь у нас поднял сантиметров на 60 от фундамента. Здесь же еще отмазка получается. Отступ сделан для того. Далее последует утеплитель и облицовочный кирпич, либо декоративный камень. Это уже на усмотрение заказчика. Последняя ступенька, она выше, чем те две предыдущие, потому что рассчитана на покрытие отмостки, ну, там прилегающей территории, каким-либо там, либо плиточкой, либо бетончик сверху декоративный залить. То есть уже каждый будет решать сам, что хочет. Сейчас мы видим, что заканчивается уже выкладывание кирпичика. Последний ряд остался нам, да? Вот он, самый центральный вход, через который вы, в принципе, будете заходить. То есть здесь вы оборудоваете зону, вот ваша граница. Тарам-барам-барам-барам. Остановимся сразу же вот здесь. Пятерка пенопласт, воздушная подушка. Дальше идет уже... Должно быть тепло. Да нет, я думаю, однозначно тепло, потому что энергоэффективность дома с 25-м блоком, пятерка-утеплитель. Мы все рассчитывали, и я думаю, что проблем с утоплением не будет. Но обязательно, если у нас, когда купят этот дом, я попрошу заказчика узнать личное мнение заказчика о том, как там, грубо говоря, пережил зиму, перезимовал там, ну и вообще, как, в принципе, ему живется. Так что, если вы купите дом, обязательно надо будет вам потом рассказывать, как вам в нем живете. Вход у нас не на границе получается дома. Находится он у нас немножечко углублен. Тем самым вот эта часть у нас закрыта навесом. Вот такая плитбанечка такой небольшой. То есть вот здесь у нас будет уже центральная входная дверь стоять. И попадаем, да, мы в прихожую. Прихожая довольно-таки широкая. Позади меня гардероб. Вот выглядит гардеробная большая, то есть по бокам шкафы. Здесь дверь это позволяет сделать и по центру можете брать. Да, гардероб на самом деле получился огромный, почти как комната. Ну, это важно. Это важное помещение в доме. Тем более в доме. Не то, что в квартире, а тем более в доме. Широкий проем, который позволяет, если это нужно, поставить шкафы здесь. Либо какие-то тумбочки, где ты будешь обываться, развиваться, повесить верхнюю одежду, зеркало. Это тоже предусмотрено. Это у нас гостиная. Огромная гостиная для одноэтажного дома. Я считаю, она почти 40 квадратных метров. Вот это у нас зона кухни. Здесь ты у нас можешь видеть выводы под канализацию и под холодную воду. Здесь у нас предусмотрен вентиляционный канал, вот как раз для этих труб. Здесь у нас две зоны света, получается, зона света окна. Это в кухне, именно в кухонной зоне, и в зоне гостиной. Также дом, в принципе, можно было бы сделать прямоугольной формы, но сделали так специально, чтобы как бы немножечко разделить кухню от зоны гостиной. Здесь можно увидеть, кстати, именно устройство кровли. То есть, как укладывается на муру ватт доска, стропила. И видите, что используются уголочки металлические. Просто не просто сбиванием, это важно. Допустим, стойки, я тоже как кровище в прошлом, могу вам сказать, что помимо того, что подставочку ставят, еще и по бокам двумя закрепляют, чтобы не соскочило. То есть, это называется так, перебдеть, чтобы было более надежно. А сверху на кровлю ляжет трехслойный еще утеплитель, который даст 15 сантиметров утепления. Также мы видим, что сейчас зашиваются кровью мешковиной сверху. С кухни-гостиной мы попадаем на террасу. Пытаюсь показать, насколько она действительно большая. Выходим на террасу. Да, с кухни-гостиной мы попадаем на террасу. Терраса небольшая, но довольно вместительная. Достаточно, чтобы поставить столик, какую-то мебель летнюю. И также колонну вот эту вот, спасибо нашему прораву, они обыграли ширину ее, чтобы она была сопоставима с этой стеной на входе нашего дома. То есть они у нас по ширине одинаковые. Ну и тем самым дом чуть-чуть интереснее смотрится. Можно террасу эту зашить стеклом, допустим, выходить сюда, куда-то сидеть. Ну, я бы, наверное, так и остался, чтобы сюда вышли здесь столики, как, в принципе, нарисовано в вашем плане. То есть проектировщик сделал интересный вариант. Там ступеньки заморочили, сделали по кругу, чтобы не только там, например, с этой стороны можно было на террасу зайти, выйти, а с этой, с той. То есть с любой стороны подход был к ней. То же самое. Утеплитель, воздушная подушка, кирпич. То есть везде именно в таком формате сделано. Теперь возвращаемся уже непосредственно к живым помещениям и бытовым для нужд страждущих. Я думаю, что самое важное, это, конечно же, туалетная комната. Здесь санузел разделенный. Это туалет можно поставить. Можно поставить раковину. Это как по плану нарисовано там. Но есть еще другой формат. Вы можете увидеть, что здесь ригель, армопояс идет, то есть не по всей этой стене. Вы можете, в принципе, сократить, убрав вот это, да, допустим. Либо обыграть немножко по-другому. Вот Илья предлагал, я вот сюда сейчас запущу, он сейчас расскажет. Проект нам предусмотрена ширина такая санузла, чтобы встала инсталляция либо обычный унитаз. Здесь у нас встает не широкая раковина. И также можно поставить стиральную машину. Ты вот сказал про технические характеристики дома. Мы их предусматривали тем образом, что вот эту стенку мы можем убрать либо наполовину, либо полностью совместить санузел. Здесь, например, заложить проем. Ну, вот как я рассчитывал, что до половины, грубо говоря, можно убрать. И здесь по этой стенке там сделать душевой поддон. Поставить можно и душевой поддон, да, и ванну. А сейчас по формату здесь, по этой ширине, становится, допустим, стиралочка, раковина, унитаз. И теперь вот вторая часть этого санузла. Здесь предусмотрена, допустим, ванная либо душевая. Вы можете сделать коммуникации, подведены. Раковина, то есть получается раздельный санузел. От себя могу добавить, что раздельный санузел, это прям, ну, очень круто. Ребят, если есть такая возможность, всегда делайте, даже на квартирах. Вот, допустим, один кто-то занимает с утра туалетную комнату, а второй может пойти умываться зубы, чистить, искупаться в душе. Это на самом деле очень важно, очень круто. Я считаю, что дом все-таки покупает семья. Не просто там муж и жена, а уже большая семья. Раздельный санузел, это очень удобно. Это помещение, ванна, она позволяет поставить сюда и туалет, и ванну, и раковину. Чтобы было два туалета, это тоже очень удобно. Вернемся к комнатам, наверное. Да, давайте теперь мы при входе опять-таки поворачиваем здесь чуть-чуть правее. Попадаем в первую комнату. Комнаты у нас одна 12 квадратных метров, другая 14 и вторая 11 с половиной. Они примерно все одинаковые, эти две комнаты квадратные. Одна мы рассчитывали либо по детскому, либо под кабинет, кто уже как захочет. Формат окон у нас тоже во всех комнатах. Он большой, широкий. Это прихоть проектировщика. Елизавета Михайловна, передаем вам привет. И не переспорить в любом случае. Лучше уличного света нет ничего для глаз. Высота потолка у нас сейчас в данный момент 3,10. Рассчитывалось это на то, что стяжка у нас поднимется примерно на 8 см. И натяжной потолок, либо гипсокартоновый потолок тоже на 6-5 см опустится. То есть в чистоте у нас будет где-то 2,95. То есть все равно высоко, это очень хорошая высота. Да, для дома 3-3 метра потолок. Это, во-первых, расширяет пространство вообще и комнаты, и всего. Ну и легче, удобнее, мне кажется, ходить. Это у нас самая большая комната. Она также квадратная. Порядка 14 квадратных метров. Тоже большое окошко, я вижу. Над каждым окошком залит ригель. Вы можете обратить внимание, кирпичик уложили сверху в уголок. И уголок прокрашен. Это тоже очень важно, как бы это ни хотелось. Отмечательно, есть те, кто просто ставит ржавые уголки, и они потом текут и плачут на дно. Здесь мы видим, что центрально у нас, видите, тоже залито ригель. И мы в центр вернемся, покажу вам все, зачем. Да, к техническим характеристикам мы еще подойдем там. Я немножечко расскажу о них. Здесь хорошее примыкание реализовано. То есть отступы под двери, под двери, под двери. Мы же начали строить после того, как, грубо говоря, начали заниматься ремонтами. И поэтому вот эти вот все нюансы, когда мы заходим на квартиры, на дома, кому-то делают ремонты. То есть мы их изначально учитываем, чтобы его там не переделывать. И дверные проемы тоже. И дверки удобнее, когда есть место по одноличку. Удобнее и симпатичнее. Да, здесь у нас немножечко неудобно ходить, но это получается самая маленькая комната. Она либо детская, но также либо спальня. Она выходит у нас на другую сторону света. Но она довольно тоже, как бы, комфортная, большая. То есть спокойно ставится кроваткой. Есть место, где поставить шкафчик. То есть все отлично. Пойдем к характеристикам возвращаться. То есть вы видите, что по центру дома проходит как раз-таки армопояс, который выходит вот на вот эту колонну. То есть 99% случаев, я думаю, что они заморачиваться не делают. Просто кладут сверху на блок. Здесь она реализована. Я тебе скажу больше 50% случаев не делают ни колонны, ни армопояс. Ну, как бы это просто все заштукатуривают и маурлаты на блок кладут. Ну, то есть разные виды, моменты. Да. Что касается технических характеристик, все несущие конструкции, фундамент, колонны у нас собраны из 14 арматуры. То есть можно на одноэтажный дом, в принципе, использовать 12, но мы перестраховались, использовали 14. Сам армопояс у нас залит не только по периметру дома, также мы... Вот это у нас, кстати, несущая стена. Она собрана у нас из 25-го блока. И поверху у нас также перемычка из бетонной. И поверху у нас идет армопояс. То есть не только по периметру. Армопояс у нас продолжается по вот этим стенам. Приходит на несущую колонну, которая усилена с фундамента. И продолжается у нас вот так по основанию дома. Вышли, в принципе, на улицу. По дому вы все посмотрели. По видовым характеристикам. Фасадная отделка тоже можете увидеть. Обыграли окна мы графитовым кирпичом. Все окна у нас обыграны так. И верхняя полосочка в 5 рядов у нас тоже из графитового кирпича. Вернемся к подсыпке участка. То есть здесь вот как раз вот с этой стороны дома можно заметить. И видно, что мы выравнивали участок. Подсыпали щебнем, трамбовали. И уже на щебень мы заливали, получается, саму отмостку. По самому участку. Вот здесь самое большое расстояние. Это 4 метра. Вон там вот от вагончика еще примерно на метр можно увидеть воткнута арматура. И вот сюда на угол она уходит. И вот здесь, да. То есть это все получается ваш участок. Ну вот по тому заборчику и вот. Да, грубо говоря, еще остается довольно немало места, чтобы... Ну, кому что нужно. Кому-то баня нужна, кому-то бассейн. Кто-то там картошку хочет садить. Это уже на ваше усмотрение. Но вот эти зоны у нас оставлены под проход и под какое-то озеленение ту и не ту и вокруг забора. Небольшие нюансы. Вы можете увидеть, что довольно-таки широко выходит доска. Плюс здесь будет ливневая система обустроена. То есть это еще защита от дождя. Получится практически над всей отмосткой. И можно сравнить сразу же, допустим, с соседними домами, чтобы вы понимали то, о чем я говорю. То есть здесь вылет под щивы. Да, и там. То есть это все идет удорожание металла в три раза больше, чем с той стороны. То есть, ну, Илья, я так понял, сознательно на это шел, чтобы... Не стали на этом экономить. Во-первых, ну, эстетический вид дома намного. Вот просто буквально там 15-20 сантиметров. Но это все-таки улучшает эстетический вид дома. Когда крыша у нас напирает над отмосткой. Это, по моему мнению, красиво выглядит. Я с тобой полностью соглашусь. И вот он, еще один граница участка. То есть получается вот туда-туда. Небольшой приусадебный участок. Но вот с этой стороны прям очень много места остается. Здесь вы также можете сделать палисаднички себе там. Ну, или что-то обустроить. Какие-то царайки. То есть видовые характеристики довольно-таки приятные. Честно, позже руку на себя скажу, что вот я очень сильно удивлен тому, что здесь появился газ. У меня это прям, ну нафиг. Я вот так и приехал, да ну нафиг. Ну вот говорили, мы в прошлый раз еще смеялись. То есть обещают, но это не значит, что жениться. Вы можете пересмотреть этот видеосюжет, ссылку я вам оставлял. А тут бац, уже трубы заводят, все заводят. Понятно, что это дополнительные расходы для собственников. Но сам факт того, что тянут, это уже очень хорошо. Потому что в комментариях там также люди писали, говорят, да, будет газ. Никогда его там не будет и так далее. Ну вот он, ребята, пожалуйста, вы можете все увидеть своими глазами. Второй момент, как бы уже классно увидеть дом практически в готовом состоянии. Я думаю, что еще чуть-чуть, еще немного. И, как я говорил, они выйдут на установку окон. Попчевы сделают, кровлю закончат. И мы приедем, снимем его в третий раз. Несмотря на то, что его купят или нет. То есть номер телефона Ильи был в начале, и еще голосом. Да, мой номер телефона 8 929 825 32 92. Друзья, если вам нужна недвижимость, либо ремонт, отделка любого помещения, квартиры, обращайтесь по этому номеру. Мы не только строим на продажу дома. То есть также, если у вас есть земельный участок и ваш проект, мы можем построить по вашему проекту дом. Поэтому, если у вас нет земельного участка и нет проекта, мы подберем вам земельный участок, сделаем вам проект. Весь спектр услуг, поможем с документами, полностью сдадим дом в эксплуатацию, построим, то есть мы предоставляем. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Я очень жду ваших комментариев, что мы не озвучили, что-то мы упустили. Будет интересно вас услышать, что вам понравилось, что не понравилось. Тоже будет интересно вас услышать, потому что сейчас очень важно вообще понимание, чего хотят люди и как хотят жить, если хотят к нам переезжать. Здесь я могу сказать прямо, что варианты очень классные. Были бы деньги, я бы себе взял. Вы слышите, мы ходим с вами, общаемся. Никто нас не перебивает, никакие там звуки трастом или еще чего-то. То есть это действительно частный сектор, частная застройка для тихой, спокойной жизни. Как Илья сказал, 9 километров от центра администрации Анапы, если ехать через Бужор. Здесь есть школа, в поселке есть церковь, есть магазины, есть садик. Два садика, поликлиника. То есть вся инфраструктура для отличной жизни здесь имеется. И сам по себе поселок только хорошие отзывы имеет. Если я не прав, пишите в комментариях, если вы что-то знаете плохое про гайкодзор. Сейчас тут ремонтируют трассу, которая проходит сквозь него, делают ее с ливневочками. То есть будет еще только лучше. Я со времен своей работы в геодезии отмечал, что в гайкодзоре живут очень воспитанные дети. Мне всегда нравилось, потому что ни в одном поселке я такого больше особо не встречал. Ты идешь по улице, все, кто проходит мимо, с тобой здороваются. Это мне всегда заставляло удовольствие. Да, еще хотел немножечко добавить, что мы находимся на почти первой линии от центральной дороги, которая асфальтирована. То есть на ней же у нас находится остановка. Пешком вам не составит вообще абсолютно никакого труда дойти до остановки. Школы, детский садик находятся в центре поселка Гайкодзор. Пешком можно дойти, но, конечно, желательно своего ребенка отвезти либо на машине, либо отправить его на автобусе, который также доедет через субсех, который едет. И привезет вас к школе, рядом к школе на остановке. Тут два квартала дойдет. Ну, да, образно, когда человек выше пятого класса, ребенок, тогда да, дойдет. А когда маленький ребенок, то надо будет отвозить. Я с первого класса в школу ездил в Анапу на автобусе. Ну, ладно, сейчас мы уже спорили об этом, дети другие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вам интересно по риелторской работе, строительству в Анапе, задавайте Ирилья. Вместе со мной соберемся и ответим на них. Всем пока-пока. До скорых встреч.